Здравствуйте! Это КВХ Гири Форд. Это видео хотели посвятить устройству бокса. Боксовое содержание, которое мы перешли в нашей ферме, мы сейчас полагаем является одним из самых удобных и приятных для коров и для владельцев этих коров, для фермы. В целом, чем? Тем, что корова, получается, лежит в своем отсеке, она не может лечь в шло или пуху, она чистая и на дойку приходит чистая, это меньше шансов заболеваний в имени и быстрее происходит дойка. Не меньше, чем на 30, даже 40 процентов дойка происходит быстрее из-за того, что не нужно отмывать вымя. Мы по вынужденности первое время запековали в этом месте глубокую подсилку и коровы находились на глубокой подсилке и, естественно, это было для нас плохо тем, что мы вынуждены были все время ее добавлять. В этом году проблемы с соломой, мы не можем иметь столько соломы, сколько хотелось бы и мы за это вынуждены были перейти на боксовое содержание. Это один из элементов, я считаю, того, как сделать ферму, можно сказать, идеальную ферму, хоть на 10 голов, хоть на 30, хоть на 100 и так далее. Вот мы сейчас находимся в нашем коровнике, здесь он у нас открытый, закрыты только передние части и заднее окно закрыто. А так все проветривается, кормовой стол открыт, вот, но здесь вообще нет ветра, нет сквозняка и если еще выглянет солнышко, то вообще здесь очень комфортная такая атмосфера, нет запаха никакого навоза, никаких испарений нет, нет конденсата и так далее. Вот, то есть здесь коровам удобно. Значит, вот мы сейчас как раз занимаемся улучшением этих боксов и я решил снять это видео, показать, как он устроен, что он из себя представляет. Значит, бокс из себя представляет вот эти столбы опорные, которые обычно бетонируются заодно с бетоном вот в этой части, вот, которая здесь у нас сейчас песок, но у нас мы экономим, у нас нет таких средств пока запетонировать все. Мы сделали, пробурили бензобуром отверстие для каждого столбика и этот столбик забетонировали каждый столбик отдельно. Значит, это первый столбик, потом, вот это дуга, 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 это мы покупали комплект дуг, 50 стоило место, он обошелся примерно в 140 тысяч рублей. И вот холочный брус. Еще нет одного элемента, который должен быть, это упор, грудной упор, он должен быть где-то вот в этом месте монтироваться. Они у нас есть, но крепежи нам не прислали. Фирма Agrotec сейчас исправляется, присылает нам крепеж. Вот. Какие основные размеры бокса, хотел сказать, если кто-то себе будет устраивать. Этот бокс могут люди сделать и сами из других подсобных материалов, не знаю, но здесь есть нюансы, например, вот здесь должно быть свободное место, вот здесь должно быть тоже место больше для расположения коровы, вот здесь. Это не просто так сделано выпуклости, то есть они имеют нагрузку для использования потом последующего. Бокс должен быть для коровы удобным. В чем это заключается? Первое. Ширина бокса. Каждый бокс должен быть шириной 120 сантиметров. Эта ширина оптимальна. Мы делали больше в одном месте, но поняли, что из-за этого только хуже. Оптимальна почему? Корова заходит сюда и она не может лечь по диагонали. Она ложится ровно. Когда корова ложится ровно, то ее задняя часть находится над зубом. И в случае испражнения коровы во время лежания, весь этот навоз сливается на бетон и не загрязняет подстилку в боксе. Значит, что дальше? Это первое. Ширина. Второе. Высота бокса, высота холочного бруса. Высота меряется от самого уровня подстилки, уровня песка в нашем случае. Эта высота должна быть около 120 сантиметров. Вот у нас здесь даже 118-117. Вот это имеется уже высота. Почему эта высота важна? Эта высота важна, когда корова встает. И вот она первая делает движение мордой вперед. И понимая, что здесь есть холочный брус, она не может в полный рост встать, она делает инфективно шаг назад. Физиология коровы устроена так, что когда корова встает после лежания, она сразу испражняется. И вот этот шаг назад позволяет делать испражнение не на подстилку, а мимо. Вот. В этом есть суть этого метода содержания. Получается, что корова испражняется на бетон, который чистится. Значит, и поэтому высота вот этого шейного бруса очень важна. Мы сейчас досыпаем песок специально для того, чтобы обеспечить вот эту высоту. У нас здесь было мало песка, и коровы вставали, испражнялись на край. И часто вымя было грязное. Здесь вот сейчас мы это устраняем. Это второй важный размер. Третий размер, тоже он очень важный. Это вот эта палка. Здесь может быть трос, может быть брус, может быть труба, что угодно. Но ее, ну вот давайте на вот этом, там доска, вот здесь покажу. Вот. Что она делает? Это не просто для укрепления столбиков. Это важный момент. Корова же может пройти туда. Это она ограждение для коровы, чтобы она туда не прошла. Но высота этой палки тоже очень важна. Если ее сделать вот здесь, в центре, то у коровы не будет места для движения мордой вперед при вставании. И это будет корове некомфортно. Поэтому мы их варили сначала опрометчиво сделали в центре. Сейчас переварили, сделали вот здесь. Его высота должна быть 80-90 сантиметров от уровня постели коровы. Вот. 80-90 сантиметров. Все размеры довольно примерные, потому что коровы разные. А голсины одни. Эти джерси могут быть меньше. У нас мы меряем примерно по голсинским размерам. Но может быть это и не совсем правильно. Вот. Вот основные размеры бокса. Все боксы крепятся на вот таких этих у-образных скобах, которые позволяют производить регулировку. То есть можно этот шейный брус двигать, можно эти поднимать, опускать. То есть экспериментировать. Очень четко будет видно результат по тому, как корова испражняется. Если у вас подсилка остается чистой и коровы хорошо и быстро ложатся в бокс, значит вы сделали все правильно. Вот. Мы методом своего, опытным путем, вот это добиваемся. В каждом отсеке, в каждой секции наших боксов. Вот покажи, Алена, боксы все в длину сейчас. Вот это боксы в нашем коровнике. Значит, дальше сверху этого песка мы насыпаем солому. Солома, она фактически не создает высоту, она только создает для коровы теплоизоляцию и защищает корову от охлаждения, от холодного песка. Значит, для дезинфекции мы посыпаем песок известью. Вот как видите, вот так, для того, чтобы обеспечить отсутствие заражения. Ну, как бы, фактически, вот этот опыт, Дима сейчас трамбует песок, чтобы в случае, если когда мы уже все закончим, чтобы здесь коровы... Чтобы сейчас возможность подсыпать. Да, подсыпать, иначе коровы все равно его вытопщат и получится лоханка такая. Все-таки изменится уровень, тем самым будет или не будет работать этот груз. Да, вот этот мы поставили доску, потому что здесь был случай, одно маленькое животное у нас было, бычок мы сюда запускали, он пролазил. Вот Дима, чтобы не пролез, поставил. И все, потому что здесь, соответственно, не было такого нужного уровня песка, пришлось, соответственно, поднимать, опускать чуть-чуть уровень этой доски. Есть еще нюансы, что, например, можно вплоть до опытного пути, опытным путем определить, насколько стоит передвинуть шейный брус. То есть, например, просто смотришь, где у тебя, получается, ляпухи навоза. Вот есть разный навоз. Например, навоз, который, получается, когда корова лежит, бывает и такое. Он может попадать на сам бокс, и это нормально, в принципе. Такое, это, грубо говоря, допускается. Просто считается, что количество такого навоза, оно не особо велико. Вот, дальше, но навоз, который, получается, при корове, при вставании коровы, и вот первое, грубо говоря, испорожнение после лёжки, вот этот навоз попадать в бокс не должен, ни в коем случае. Иначе это будет очень много навоза, банально, потому что каждая корова встанет, ляжет, это уже одна ляпуха. И вот так, грубо говоря, уже этот бокс нельзя использовать. Вот. Но, если у вас попадает ляпуха в бокс, то можно, в принципе, опытным путем замерить расстояние от зуба кармановозного до ляпухи, и на это расстояние банально передвинуть шейный брус, и все. Таким образом, вы получите нужный размер. Ну, все. Вот. Вот такие рекомендации, такие наши опыты по боксам. И если кто-то захочет себе устроить такие боксы, то это будет только хорошо. Все. Всего всем доброго. До свидания.